В данном уроке я расскажу, как работать в окне Timeline. Вот данное окно у нас внизу выбрано. И также мы создадим простенькую анимацию в Blender. Итак, в Blender для создания анимации используется горячая клавиша I. Она применяется практически для всего. У Blender так создан его интерфейс, что практически любое значение, любой чекбокс, любая кнопка может быть анимирована. Но давайте начнем с анимации 3D-объектов. Итак, у нас сейчас в сцене присутствует куб. И здесь вот у нас есть зелененькая линия. Она указывает текущий кадр. Здесь возле куба вы видите цифру 8. Она означает, что мы сейчас находимся на восьмом кадре. Также данные значения указываются вот здесь. И всего у нас шкала. Сейчас видите серая такая линия. Здесь находится 250 кадров. Вот они указаны Start и End. Их количество вы можете регулировать здесь в окне Timeline. Либо вот на вкладке Renderer в меню Dimensions есть также параметры Start Frame, End Frame. И также здесь присутствует значение Frame Step. Но о нем мы поговорим немного позже. И для того, чтобы нам анимировать наш куб, давайте сейчас установим здесь значение 1. То есть мы сейчас находимся на первом кадре. С помощью колесика мышки я здесь могу регулировать масштаб. И в окне 3D-вида нажимаю горячую клавишу I. Появляется окно Insert Keyframe Menu. И здесь мы можем для куба указать вот следующие параметры. Нас интересует самый первый, это Location. Мы сейчас укажем, что на первом кадре наш куб находится в центре оси координат. Видите, здесь надпись стала оранжевой. Если я убираю отсюда шкалу, мы видим здесь оранжевая палочка, указывающая на то, что в данном месте установлен ключевой кадр для нашего куба. И теперь, если мы хотим его куда-то переместить, нам необходимо переместить данную шкалу на то место, в котором мы хотим установить следующий ключевой кадр. Я выбрал 50-й. Теперь я перемещаю куб по оси Y на какое-то расстояние. Переместил. И снова нажимаю клавишу I и выбираю пункт Location. Установился у нас второй ключевой кадр. И теперь, если я с зажатой клавишей мыши перемещаюсь по данным кадрам, мы видим, как куб с 1-го по 50-й плавно перемещается между ними. Также здесь есть вот кнопки, запуск проигрывания анимации. Вернуть все назад. Скорость проигрывания анимации, вот она, framerate установлена в 24 квадра в секунду. Это довольно-таки стандартная скорость, но вы здесь можете ее изменить на любую другую. Таким образом, чуть менее, чуть более, наоборот, чуть более двух секунд, наш куб перемещается с одной точки в другую. Как я уже сказал, анимировать в Blender можно все что угодно. Сейчас я показал, как анимировать передвижение куба. Допустим, у вас есть в сцене источник света и вам необходимо, чтобы на протяжении анимации в одних местах свет светил сильнее, в других менее интенсивно. Переходим на вкладку лампы, отмечаем пункт Use Notes. Видим, здесь у нас есть параметр силы света, сейчас он установлен в 100. Мы находимся на первом кадре, мы наводим курсор мышки на данный параметр и нажимаем клавишу I. Он подсветился желтым цветом и таким образом у нас на первом кадре для лампы установился ключевой кадр. Мы также можем переместиться на 50. И теперь нам необходимо, чтобы на протяжении данных 50 кадров лампа начинала светить все ярче и ярче. Мы изменяем данный параметр на 500, находясь на 50 кадре. И снова нажимаем клавишу I. И таким образом сила света у лампы будет постепенно увеличиваться. Видите, я сдвигаюсь по кадрам вперед-назад и данный параметр регулируется. И так со всем остальным. Вы можете изменять интенсивность цвета, цвет материала, форму объекта, расположение, вращение. Ну, практически все, что необходимо изменить во время анимации, все можно делать. В окне 3D-вида для данных действий есть специальное меню. Все остальные значения, для которых меню получить не удается, вы можете просто навести на них курсор мышки и нажать клавишу I. Увидеть результат изменения силы света сейчас в окне 3D-вида не можете. Для этого нам необходимо отрендерить анимацию. Как это делается и с какими настройками я вам сейчас расскажу в следующем уроке. Но перед этим в данном уроке еще покажу, как удалять ключевые кадры. Если вы для куба создали, например, кадр не в том месте, вы не хотите, чтобы кадр был на 50, хотите сместить его на 60, вы можете выбрать куб и в окне 3D-вида перейти в меню Object. Здесь есть пункт Animation и вот есть Delete Keyframes и горячая клавиша Alt плюс I. Вы нажимаете и все, вы видите, на 50 кадре ключевой кадр для куба отсутствует. С лампой же такого не получится, потому как... Или даже получится... Ну, сейчас проверим, я точно даже сейчас сказать не могу. Нет, с лампой, да, не работает. Чтобы удалить ключевой кадр для лампы, вот он у нас установлен на 50, значение 500. Вам он не нужен, хотите изменить данное значение, просто наводите на параметр Strength, нажимаете правой кнопкой по нему и выбираете пункт Delete Keyframes. Все, и как видите, для лампы на 50 кадре уже ключевой кадр не установлен. Также есть, вот для куба, например, меню клея Keyframes. Он удаляет все ключевые кадры для данного куба. То есть данные два параметра, они вам пригодятся, чтобы удалять кадры. Параметр i добавляет, Alt плюс i удаляет, и параметр клея Keyframes удаляет все ключевые кадры для текущего объекта. Таким образом, вы можете добавить кадр для любого объекта и удалить его. А теперь сейчас в следующем уроке я покажу, как создать анимацию после установки ключевых кадров и увидеть финальный результат в виде видеофайла. Продолжение следует... Продолжение следует...